Смерть и загробная жизнь в воззрениях русского населения Сибири. Виноградов Георгий Семенович, Иркутск, 1923 год. Наступление смерти. Из получаемых из народных уст сообщений неуполне выясняется вопрос о том, приходит ли смерть человеку по чьему-либо Божьему велению или по своему желанию. Из приводимых рассказов можно сделать заключение, что она приходит сама, по своему желанию. Если бы она приходила по Божьему велению, людям не удавалось бы ее обойти, объехать, отсрочить, перехитрить. В то же время трудно прийти к заключению, что она является к человеку по личным побуждениям, подчиняясь лишь собственному желанию. Ибо она не так сильна, не имеет такого значения, чтобы по ее желанию приходил ангел за человеческой душой, в тот момент, когда она вздумает отпилить человеку руки, ноги, скосить голову. Из сообщений и приводимых рассказов явствует одно. Как только явится смерть с целью привести в исполнение свое намерение, сюда же является ангел. Бог посылает по чью-либо душу ангела. Смерть является со своими атрибутами, косой и пилой. В это время вражье набираться к душе. От того, как станет человек умирать, глаза у него остолбенеют, вытаращит он их, будто кого боится, испужается. Караулят душу вражье. Прилетают ангелы. Смерть тоже пилой отпиливает руки и ноги. Вот и сначала руки и ноги отымутся. Это она пилой отпилит, а потом косой голову снесет. Кто один-то живет, обмешурится, так что придут к нему, а он уже готов, испекся. А у кого есть родные, так сидят, наблюдают, что с ним. Видя возможность близкой смерти, посылают за попом. Это нужно отчасти в тех видах, чтобы привязки какой не было от властей, отчасти нежеланием, чтобы покойник навалялся в леднике. Ну да и умирающему легче, так и говорят. Дай Бог всякому умереть с даром да с покаянием на лавке на своей. Безгрешный человек тихо умирает. Человек грешный долго мучится. Иногда мучаются и умирающие дети, но они не за свои грехи, за грехи родных. Чтобы облегчить предсмертные мучения, принимают к тому меры, какие только возможны. Один из подходящих моментов для этого – момент перед расставанием души с телом. На подушке или на перинке нельзя умирать. Поэтому, когда умирает человек, подушку и перину из-под него убирают. А то за всяко перо надо мучиться. Не дают умирать и на шерсти. Стучат врасплох на петрах. Смерть поторопится сделать свое дело, испугавшись этого стука. Подымают плаху. Из-под потолка прорезают стену. Кладут под умирающую щепотку разбитого громом дерева. Момент предсмертных мучений обозначается выражением «Часует человек». Когда человек часует, говорят, колоколец заиграл, значит уж конец. Ладанку надо кадить. В руки, испускающему последний вздох, дают богову свечу. В повареночку, огонька, жару, ладанку положишь и кадишь. Если ладану не случится, богородской травкой. А ее нету, можно старую тряпку жечь. Уж сразу видно, что с им. Припасешь водичку в чашке или в стакане, или поставишь возле его. Душа вылетает, чтобы ей напиться того же разу. Кадят кругом его. Другой еще раза два, либо три вздохнул на ладан. Так и говорят, наставляя, мотри, чтобы он у тебя без ладану не ушел. А то соболезную, без ладану бедный ушел. Не видали смерточку его. Говорят еще, тебе не худо будет, ты смерточку скараулила его. Это говорят в утешение тем, кто лишился близкого человека, успев соблюсти все положенные обряды. Как только помрет человек, полагаться мыть его, чтобы он к востоку ушел с чистой душой и с чистым телом, Мужчина умрет, так мужчинам и мыть надо. Только где мужиков-то взять? Бабы моют. Женщины? Женщины моют. Родня ли? Суседки ли? Матери своего детенка, умершего, нельзя мыть. Мать не утерпит, чтобы не заплакать. А каждая материного слеза жгет ребенка. Омовение мытье покойника совершается на полу избы. Покойника кладут на пол, где удобнее, в уголке. Садят в корыто, моют теплой водой с мылом. Вытирают его же рубахой, которая на нем была. Сымают, когда так раздирают, впереди по столбику на двое. Так уж полагается. Вымоют покойника, налаживают постелью. Рушничок чистенький, расстилают на скамейку или на столы, подушку какую-нибудь. Ручки, ножки связывают веревочкой, чтобы не расходились. Кладут головой к иконам в передний угол. Причешут. Обволокают покойника во все белое. Шаровары, как и есть, поясок. В красном хоронить покойника нельзя. Сгорит все красное в могиле. Обутки, прежде чулки шерстяные, а теперь стали покупать. Старухи, готовясь к смерти, шьют себе плисовые или суконные башмаки. Старуха, жучиха, легла в плисовых башмачках. Бабушка Марфа, Фомиха тоже. В кожаной обуви, говорит, нельзя хоронить. Последнее правило, впрочем, редко соблюдается и не всегда прежде соблюдалось. И прежде хоронили, и теперь многие хоронят в кожаных обутках. Нужно еще брошно брачное беречь. В чем венчался, в том и в гроб ложись. Вообще, надо сказать, не безразлично, как будет одет покойник. Ферулева говорила, я накажу надеть на меня, как умру. Вот то платье, а то на том свете смеяться будут. Скажут, иди ты там фарсила, а тут по что же, пришла такая. Вымотого и одетого покойника накрывают сверху белым. Другие запасают задолго. На стол или на скамейку кладут ногам ко двери, чтобы он, когда его схоронят, не вернулся назад и не стал бы показываться здесь живым. На стол положат, несколько раз покадят, лампаду зажигают, зовут читальщика. Нищенький помрет, редко читают, а так-то уж все зовут, такой уж порядок. На лавку или на стол покойника положат, закроют и зеркало. Бабушка Фомиха говорит, закрой зеркало-то, а то будут два покойника в дому. Чтобы в самом деле не было другого покойника, завешивают на 40 дней все зеркала. Весь этот процесс приготовления умершего к похоронам, то есть омовение, одевание и так далее, обозначается термином «положить под святых». А иногда, обычно, когда речь идет о каком-нибудь безродном старичке, пользуются шуточным термином «очередить покойника». В день смерти заказывают домовину. Народная память сохраняет обыкновение ранних насельников Сибири хоронить покойников в долбленных из цельного дерева гробах, колодах. Прежде были лиственницы, колодцы говорят. Нашего отца хоронили, копали могилу, да и докопались до колоды. Как теперь помню разговор, что старому могила и шов в колоде схоронен. Теперь делают сосновый гроб из досок. Кому так уряжают гроб, а кому так простой. Красят гроб по-разному. Девице розовый гроб и ленточкам уряжают розовым же. Парню молодому голубой, старикам черный, а либо коричневый. Все более коричневый идет. В домовину настилают стружки, листья, куделю. Эту настилку покрывают чем-нибудь белым. Прежние люди отечески не бросали, а берегли к смерти на подушку. Теперь подушку делают ускудели, а то тоже из веника. Умерший лежит на столе. Весть о смерти односельчанина быстро облетает всю улицу и переулки. Идут смотреть покойника, больше женщины. Приносят деньги, кладут на тарелку или на окно. Деньги эти идут на свете, с которыми в день похорон будут провожать умершего. Посмотреть приходит не только что от жалости, а и посмотреть, как одетый покойник, наипачек богатым. Смерть близкого соседа в небольшой деревне всякого односельчанина может большой важности не только для родственников умершего. В Шабарте в других местах считают неприличными жевать серу, если есть поблизости у кого-нибудь из соседей покойник. Чистосибирская форма траура. Прежде покойника хоронили на третий день, а то и через три дня на четвертый. Не живой ли все, думали. Если покойник сытый и подымат ему живот, льду на брюхо ставят, а все-таки три дня дома пробудет. Вот почему сложилась поговорка. Человек на горе родится, на работу да на заботу умрет. Так еще на три дня работы оставит. То есть хлопоты с покойником продолжаются не менее как три дня. Пока покойник лежит дома, на груди у него стоит икона, прислоненная к его сложенным рукам, так что будто он на ее молится. Все это время лампадка перед иконами горит безутешно в продолжении всей ночи. Почти повсеместно покойника не оставляют лежать в одиночестве с момента смерти и до похорон. В избе собираются родные и знакомые, желающие почтить память умершего ночным бдением, побыть с умершим, который до погребения, по другой версии, до того момента, пока не отпоют. Все слышат. На ночных бдениях, носящих торжественно угнетающий характер, приглашенный читальщик читает псалтирь. В роли читальщика чаще всего встречаешь грамотного старичка с репутацией благочестивого человека. А в редких случаях чтение по покойникам, канун читать, говорят, и на ангаре деревья пьяновые, является профессией. Обыкновенно это занятие бывает побочным. Отношение к читальщику почтительное. Он не простой грамотей, каких развелось нынче немало. Это грамотей особенно нужный. Благодаря его умению читать таинственную книгу, он облегчает минуты тревожного, непривычно тревожного состояния души по разлуке ее с телом. Без его помощи долг в отношении умерших не будет выполнен желательной полнотой. Он чтец священной книги, отпускная книга, зовут ее Бурхунцы, которая читается в частном доме только при исключительной обстановке. Имеет то отношение к потустороннему миру, к таинственному, к божественному. Наконец, это самый спокойный, самый уравновешенный, самый мудрый человек на ночных бдениях, внушающий своим поведением и благоразумными речами спокойное бодруствующим припокойнике. Печальная торжественность обстановки ночных бдений, в котором главным образом и приходится видеть читальщика, днем хлопоты сотолока, ночью его роль самая видная, заметная, придает отношениям к нему особый, трудноуловимый, еще труднее передаваемый словами оттенок. У икон в переднем углу тусло горят две-три тоненькие восковые свечки, бледные огоньки которых едва заметны при зеленоватом или розовом цвете, падающем от лампадки. Одиноким огоньком горит свечка в сторонке перед столиком читальщика. Монотонно, в редких случаях грамотно и вразумительно, стоя у столика или аналоя, читает неполным голосом старец псалмы молитвы. На лавке около стены или на табаретках, около кутной заборки у полумрака несколько фигур. Одна-две мужских, остальные женские, полушепотом разговаривают. На кровати в углу или где-нибудь на полу спят ребята. За заборкой в куте кто-нибудь из близких родственников или соседок кипятит самовар. Время от времени выходит оттуда женская фигура, наклонится к сидящим на скамейке, шепнет и один-двое уходят за заборку. Так бодрствующие поочередно подкрепляют себе чашкой чая. Выносы погребения На третий день после смерти бывает вынос тела из дома. Обычное для этого время утренние часы, пока идет церковная служба. Вечером хоронить неловко, лучше предугадывать к обедни, чтобы сразу после обедни отпевать. И поминки днем лучше отвезти. Перед выносом, раньше чем положить покойника со стола в гроб, кладут в домовину, куделю, веничные листья, покрывых затем полотенцем или какой-то белой тряпицей, чтобы он хорошенько и почише устроился в своем новом жилье. Если покойник был венчан, то иногда в гроб кладут венчальные свечи, кладут в гроб и деньги, чтобы умерший мог оплатить подземельному богу свое место. Прежде старики по что-то деньги с собой в могилу брали. Про моего дедушку рассказывают, что он незадолго перед смертью наказывал, чтобы его, как он умрет, не переодевали, не разували и не мыли. Я и чистый, говорит, когда умер, все-таки раздели. Стали чарки снимать, он ногу-то подкорючил, подогнул. Разули, а в чарке-то и нашли 60 рублей. Другие заранее подушечку смертну шили, в нее деньги зашивали. Про одного рассказывают, что он набил деньгами целую подушку. Семейные его не догадывались и похоронили. После хватились денег нет, догадались, почему старик сам подушку смертну заранее шил. Попросили позволения у священника раскопать могилу. Раскопали, нашли деньги. В другом аналогичном этом случае рассказывается, что могилу раскопали, но денег не могли взять. Змеи обвили всю подушку. Так и отступились. Во время выноса принято усиленно плакать, выговаривать все свое горе, всю свою печаль и нужду. Умерший он в это время еще слышит и понимает, что происходит около него. Обо всем об этом лучше запомнить и походатайствовать перед Востоком. Плачут и до этого момента беспорядочно и шумно выражая свое горе. Едва кто-нибудь умирает, родные, особенно женщины, испускают протяжные вопли отчаяния, которые приводят в волнение. Прибежавших на вой и крики соседей заставляют их присоединиться к выражению горя. Когда покойник лежит уже под святыми, женщины плачут и причитают при уходе в дом кого-либо из прибывших близких людей. О, завопит женщина, обращаясь к вошедшему, простирая к нему руки и показывает на стол, где лежит покойник. Уж не думала-то я, не гадала. Причитают над покойником, воют его жена, чаще всего дочери, мать над сыном или дочерью. Определенных сложившихся текстов причитаний очень мало. Все зависит от умения складно импровизировать, об умелых говорят после. Ну и плакала же, откуда что берется, над ней-то наплачется. Если жена или дочери плачут без причитаний, соседи выражают некоторые недовольства. Чувство привязанности к умершему берут под подозрение. Да ей должно быть шибко-то и не жалко. Нельзя не заметить, что нередко и смотреть покойника ходят лишь в надежде послушать, кто из семьи и как будет плакать. Слезы и причитания о покойнике – только уступка человеческой слабости. Человек, богочестивый, крепко верующий в Бога и неисповедимость его путей, не должен знать этой слабости. В назидание плачущим приводят такую довольно распространенную легенду. Вот несут покойника. Жена плачет, над мужем причитает. Бог открыл окошко своего дома, посмотрел и сказал. Корова об быке плачет. И скрыл, закрыл окошко. Несут другого покойника. Муж об жене плачет. Таким же родом Бог немножко приоткрыл окошко и говорит. Бык об корове ревет. Несут опять покойника. Мать плачет над ребенком. Открыл Бог окошко, посмотрел и сказал. Корова об теленке плачет. И скрыл окно. И шо покойник? Несут мертвую мать. Плачет ребенок. Господи. Откроет окошко, смотрит. Дитё об матери плачет. Горяча слеза, говорит. Таким образом, только детские слезы, а матери – дозволенные слезы. Слезы матери о ребенке, кроме причины, указанной приведенной легенды, возбраняются и по другим поводам. Мать не должна плакать над своим умершим ребенком, чтобы не уронить на него свои слезы. Куда упадет матери на слеза, выгорит это место. Поэтому собравшиеся в доме, где есть покойник, останавливают плачущую мать, если она близко подходит к умершему. Такими словами. Куда же ты на ребенка-то, роняешь слезы. Нехорошо и нельзя. Некоторые дают послабление в отношении материнских слез. Если умерла дочь, то матери можно плакать только на разу, а потом уж нельзя. Когда покойники сильно плачут, особенно мать, то он и на том свете будет сидеть в болоте, будет являться во сне и жаловаться на свою судьбу. В некоторых местах существует поверье, будто в ночь на Пасху злые духи и покойники ходят всюду, заходят и в церковь. Одна мать долгая и горько плакала о молодой умершей дочери. Приближался великий праздник. На исповеди мать сказала священнику, грешная батюшка, тем, что через дочь забываю молиться. Затем прибавила, я хоть сейчас бы рассталась с жизнью, только бы увидеть ее. Священник ей сказал, что свою дочь она увидит, если останется одна в церкви ночью перед праздником Пасхи. Только может случиться смерть от сильного испуга, предупредил священник. В Великую Субботу вечером пошла мать в церковь, спряталась там за печь. Стемнело, наступила ночь, мать терпеливо ждет свою дочь. Вот пошли покойники в алтарь, все идут поспешной поступью. Позади с трудом поспевает девушка с двумя ведрами воды. «Это ты, доченька?» Спросила мать, выходя из-за печки. «Я, мама». «А что же ты хуже всех, что несешь такую тяжесть?» «Не хуже я, а твои, мама, слезы сберегаю». Дочь просила больше не плакать, а то тягостно жить на том свете от материнских слез. Однако здесь больше, чем где-либо, одно дело, как старики учили, а другое – действительность. При выносе покойника плач и раздирающие душу причитания – явление почти неизбежное. О, завопят женщины в отчаянии, словно криком силятся измерить глубину своего горя. Жена плачет о муже. «Лебедь ты мой белый, сокол ты мой ясный, на кого ты меня покинул, на кого оставил с малым дедушком? С кем я теперь буду думу думать, слово молвить? С кем я теперь буду малых детишек подымать?» Язык воплей, импровизацией, является бою своеобразную разновидность народной речи, условную поэтическую речь, отличную от будничной, разговорной. Плач начинается речитативом, в конце фраз и стихов воются. «Ах, зачем ты меня спокинула, на кого меня оставила?» – так воет доча матери. «Уж ты, маменька моя родимая, ой уж встань-ка ты, да на свои нарезвых ноженьках уж промолви ты мне хоть одно словечушка. Да ведь нет-то мне никакого ответа, ты, сударыня моя родима мамонька. Уж посмотрю-ка я в окно раным ранешенька. Не идет ли, маменька, да по пути дороженьки? Отходила ты теперь ко своим детушкам. Ты не видела моих добратьев-то родименьких, уж которые теперь до сиротинушки. Уж, сударыня моя родима мамонька, опустела-то теперь до тепло гнездышко. Уж не стала-то у нас родимой мамоньки. Прилети, мамаша, и нам к сизым голубям. Сядь на прежнее гнездо и пропой песенку веселую. Уж ты, сударыня моя родима мамонька. Мысли, взлелеенные веками людского горя, просятся из души и выливаются в этих воях, импровизациях. В некоторых деревнях какая-нибудь вопленица пользуется особенно большой популярностью. Так в Куйтуне славилась умением причитать Макаровна, которую соседи приглашали плакать, если в семействе не было умеющих. Вообще же говоря, приглашенные вопленицы явление довольно редкое, чтобы не сказать исключительное. Несут покойника обычно родственники и близкие соседи, которые в эти дни навещали умершего и его семью. Теперь они провожают его. Мотив, побуждающий принять участие в проводах, не является особенно сложным. Надо проводить покойника или назовут его по имени. Он меня там встретит. Может быть, отчасти и здесь надо искать объяснение того обстоятельства, что провожать покойника бывает много желающих, даже в рабочую пору. Кто случится дома, те уж считают, что неловко не проводить. Участники похоронной процессии одеваются просто, не по-праздничному, а как постоянно ходят, только чтоб почище. Шествие открывает какая-нибудь старушка, которая впереди всех несет панифиду. За нею идет или двое несут обыкновенно на головах крышку гроба. Затем две или три пары мужчин несут гроб на полотенцах. Теперь вот на полотенцах, а то и на материи гроб несут. А прежде, вот и я уже запомню, на носилках носили. Обычай этот сохранился в глухих местах уезда, например, на Ангаре, отчасти на Братском тракте, в некоторых селах и в стороне от больших дорог. И до ныне. В Кежме такими носилками служат оглобли от саней. Видимо, последние следы древнего, почти вымершего обычая вести покойника в санях. Незначительные остатки, которого мы застаем. При выносе мертвеца из избы необходимо избегать неловких движений, чтобы не задеть гроб за колодину или за дверь. Чтобы он кого не задел, не увел за собой. Если гроб не заденет, говорят, хорошо прошел, ничего больше худого не будет. В противном случае ждут из этого дома еще покойника. У московских умер Адам Петрович, так старика звали. Понесли его из избыта, да и задели за дверь. Что ж, через 10 дней у него старик помер. Есть другое, не противоречащему этого объяснения. Если при выносе не заденут гробом о косяк или колодницу двери, это добрый знак того, что душа умершего беспрепятственно пошла в рай. Выносят покойника из избы ногами вперед, чтобы он не имел возможности, когда его похоронят, вернуться назад. Возвращение его крайне нежелательно, ведь он явится с тем, чтобы кого-нибудь увлечь, увести за собой. Как только покойника вынесут из избы, в передний угол кладут камень, пивной или из каменки. Никто из моих собеседников не взялся за разрешение вопроса, зачем это делается. А Лыткина бабушка Устинья только предположительно высказалась, чтобы другие не умирали, что ли. Екатерина Петровна Агипитова уверяет, что камень нужно класть не в этот момент, а раньше, когда у изголовья умершего ставят стакан с водой. Тогда же кладут и камень. И вода, и камень, по ее словам. Остаются до шести недель. Ангел прилетает, пьет водичку, купается и сидит на камне. Особенно необходимо класть этот камень, по ее словам, когда умрет ребенок, ангельская душенька. При встрече с похоронной процессией полагается снять шапку, перекреститься. Из окна на нее смотреть нельзя. Следует выйти на улицу или в ограду. Как отпоют в церкви покойника, и надо его к земле предавать, говорит бабушка Устинья. После отпевания перед выносом тела из церкви на кладбище икону, которая лежала у мертвого на груди, оставляют в церкви на шесть недель. Потом уносят домой. А если икона старая, на ней никакого лику не видно, то и она идет с покойником в могилу. Другой так в оживности еще скажет. Пущай, как умру, идет со мной икона, мое благословение. Думают, что явленные иконы, и бывают, вот из этих, говорят, чудотворная икона Ахтырска Божья Мать, тоже была с кем-то похоронена. По дороге из церкви на кладбище плач возобновляется, как и из дома идут со свечами. На кладбище эти свечи бросают в гроб или просто в могилу. Никуды уж эти свечи, его это свечи. Пущай он и возьмет. При заколачивании гвоздями крышки гроба ударяют по гвоздю один раз. Это делается для того, чтобы вскоре не умер еще кто-либо из семьи. Из летописи Уянской церкви. Гроб спускают в могилу, и каждый из присутствующих бросает горсть или лопатку земли. На некоторых похоронах для этого делаются особые лопаточки. Деньги в могилу бросают, откупают место ему, чтобы там никто на него не гавкал, что не некупленную землю лег. Если денег не бросить, покойник каждую ночь может приходить к родственникам и не будет давать им покоя, будет жаловаться, что хозяин гонит его с некупленной могилы. В могилу поспешно зарывают землей, сооружают холмик. В восточной части могильного холмика, в ногах покойника, ставят деревянный крест. Вот уж годов надо быть пятьдесят, на могилах не ставят крестов. А вот у нас, в Шабарте, и что я помню, ставились гопцы. У кого из плах, у кого бревенчатые. Разве уж у кого безродного не ставили, некому было. Надписей на крестах было мало, а вот иконах до распятий разных медного много врезали. Не воровали, считали грехом, да и боялись. В Кежме на втором кладбище и в церковной ограде встречаются гопцы. Преданию мертвого земле со всеми обрядами народ придает большое значение, связывая с ним и нехристианские представления. Если мертвого оставляют без погребения, не захоронят, как говорят, на ангаре в деревне Пьянковой, то душа его будет скитаться по земле и являться живым родственником по ночам. Чижало ему лежать неотпетый. Чижало не только в первые дни после смерти, но и после на том свете. Поэтому, если до погребения не удастся почему-либо отпеть, например, священника поблизости нет, обряд совершается при первой возможности. Хоть сверх земли, а надо отпеть. Если на могиле кто шибко убиваться, мать ли, жена ли, ему натирают грудь землею с могилы. Может, какой приговор есть, не знаю. Это чтобы забывал вскоре умершего. В кладбище его ведут и не дают оглядываться. Тосковать будет долго. Да чтобы не почудилось сзади. Пока совершаются похороны, в доме умершего идут приготовления к поминкам и другие хлопоты. Если домовину делали в своей ограде, то как только покойника вынесут, зажигают стружки от гроба и чё наметут по тому месту в ограде, где покойника пронесли. Как загорит, примечают, куда дым пойдёт. Если дым столбом пошёл, ничего. А если дым на избу клонит, к другому покойнику из того же дома. Того же разу, как вынесут покойника, женщины избу смывают, то есть наскоро моют в ней пол, окна и прочее, дорожки замывают, предупреждая его возвращение. Одежда, в которой человек умер, подушка, постель, всё это вывешивают на вышку. Шесть недель, то есть пока душа прилетает в своё прежнее жилище. Не шевелят, а потом, по истечении этого срока, можно их и в дело. С кладбища народ возвращается на поминки, которые почти всегда происходят в доме умершего. Как надо быть народу с могилы? Стряпки остаются дома, готовятся к поминкам, уносят на время из печи всё, что приготовлено к поминкам, и накрывают. Возвращаются с кладбища. Если кто-нибудь из женщин особенно мучительно переживает горе, с тряпки подводят её к печному цепу и указывают на пустую печь. Это чё ж, куды делась? Та, быть-то, испужается, удивится, будто опешит. Это ей помогают, она вроде как одумается маленько. В иных случаях это делается несколько иначе. Убитого горем опрыскивают холодной водой врасплох, подводят к цепу печки и говорят, «Печка-матушка, возьми с раба Божьего тоскуй кручинушку, чтоб она не тосковала и не горевала о рабе Божьем имя». Поминки устраиваются непременно. Не как уж завелось, не нам и кончится. Так заведено, поминают. Безродным и бедным помощь оказывается односельчанами. Состоятельные обычно обращаются к лавочникам, дают на похороны покрыть и на поминки. Кто мучки, кто мяско. Без народа никуда. Крестить надо, народ надо. Свадьбу играть тоже. Умрёт человек, без людей тоже нельзя. На поминки приходят, кроме родственников, те из приглашённых, кто провожал покойников в церковь и на могилу. Старики нищие приходят. Принимавшие участие в похоронах по приходе или приезде с кладбища обязательно умываются. Моют лицо и руки. А если покойника увозили на лошади, то, по словам тангуйской крестьянки, Ермаковой лошадь обкатывают водой. После поминок всегда хозяева всем семейством моются в бане. Кто поминат, то есть бывает на поминках в день похорон, должен сорок поклонов помнить. В течение шести недель должен сделать не менее сорока земных. В землю поклонов за упокой души. К молитве за упокой души обязывает и милостыня. Отсюда выражение. Поминки – та же милостынка. Придут с кладбища, умоются, Богу помолятся, потом по нефидой обносят, поминающий крестится, говоря, «Упокой, Господи душеньку, Царство Небесное», и съедает ложечку панафиды. Потом по рюмке вина обносят. Вина у нашего брата на поминках мало бывает. У других по рюмочке, а уж по три-то рюмочки хорошо, не у каждого бывает. Впрочем, бывает и так, что на поминках упиваются не менее чем на праздничной гулянке. Тогда оговариваются, «Куда ж без вина?» Без вина-то эти не причащаются, видно, не грех. После рюмки вина, которую, к слову сказать, принимают от подающего, творя крестное знамение, идет холодная закуска, кисели, пирог с рыбной, похлебки, жареная каша, блины, потом чаем обносят. Полагается молиться перед каждой холодной, перед похлебкой, перед блинами, встают на ноги, молятся. «Дай Бог, царство небесное душеньки!» Затем садятся и продолжают трапезу. А родственники умершего раздают подарки, поминать, кладут перед каждым, кому платок, кому чё разрывают, ситец, дарят кому на рукава, кому на фартух, передник. Если схоронили девушки, подружек ее одаривают ленточками. На поминках разговор вращается главным образом около имени покойного. Слышатся воспоминания из его жизни, аналогичные случаи жизни соседей или знакомых с родственников. Все речи, в конце концов, судятся к общим положениям, вроде «умрет человек» и «воротя ему нету». В утешение домочадцев говорят «все там будем, да не в одно время». Наедятся, поговорят, посудят и говорят хозяевам «ну доброго здоровья, а ему, ей, царство небесное, оставайтесь с Богом». В некоторых местах, например, барлуки, после поминок устраивают гулянку, ходят из избы в избу, ездят, поют песни, пляшут. Однако гулянка после похорон явление в районе, к которому относятся это описание, встречающийся далеко не повсеместно. Наиболее близкие люди, оставшись еще на некоторое время, утешают домочадцев, дают наставления и советы. Между прочим, указывают, какими способами можно избавиться от боязни покойника, особенно в ночи. «Если покойника боишься, надо делать так, выйдешь ночью на улицу, а в избу страшно заходить, так ты в темноте лови его, иди сама в дверь, хватай его сзади себя обоим руками, не оборачивайся и говори, не я тебе страх, страхом велели называть, боюсь, ты меня бойся до трех раз, а потом еще, поймаю, поймаю, поймаю». Так учила Михеиха, бабушка Марфа, тоже, да и маленькую меня также старухе учили. «Когда по покойнику тоскуют, рекомендуется пойти во двор и кому-нибудь из соседей, у кого есть черная корова, на утренней заре, когда коровы еще лежат, сгони черную корову, а на чем она лежала, сено, соломка, земля, или потри этим грудь против сердца, и говори, как корова забывает свое место, так и мне бы его забыть, как корова не думает об земле, об соломе, что у тебя в руках, так бы и мне ни о чем не думать, до трех раз». Еще один способ. Как пойдешь, так и придешь. Как пойдешь, так и придешь. Надо говорить три раза. В день похорон заказывают священнику служить сорока уст. Субтитры создавал DimaTorzok